Друзья, отвечаю на вопрос. Лена, какие ты используешь белковые коктейли и зачем? А также у тебя большой опыт общения с другими людьми на тему здоровья. В каких случаях вообще нужно использовать белковые коктейли, как ты к этому относишься? Друзья, допустим, берем ситуацию, что у вас недостаток мышечной массы. Вы кушаете, вы стараетесь, а мышечная масса все не растет. Это значит, что мы должны, ну, вообще-то мы должны проверить, сколько вы съедаете белка. Ваша суточная норма белка – это 1 грамм на каждый килограмм веса. Допустим, вы весите 55 килограмм, вот 55 грамм белка нужно съедать из обычных продуктов питания, и вдруг вы осознаете, что это слишком много для вас, и вы просто не добираете в течение дня. Ну, плохой у вас аппетит. У вас нет шансов вырастить мышечную массу, потому что мышечная масса, для того, чтобы она росла, нужно давать суточную норму белка, нужно его допереваривать, и нужно ходить в спортивный зал силовые тренировки давать себе, потому что анаэробная нагрузка, она приводит к росту мышечной массы. Ну вот. Поэтому мы можем добавить белковый коктейль. Можем, спокойно. Второй случай. У вас ребенок, который учится в школе, общеобразовательная, потом вы его водите на футбол или на фигурное катание, или на плавание и так далее, и вам нечем его покормить. Вы стараетесь по ходу из школы в школу что-нибудь купить и хоть чем-нибудь накормить. Он вечно голодный в этот промежуток времени. А вы мечтаете о том, чтобы его накормить чем-нибудь полезным, полноценным, что содержит все витамины, все минералы, белок и так далее. Как это сделать? Вам нужен белок, безусловно. Или, например, у вас лишний вес. Вы уже вроде бы и остановили углеводные качели и мало кушаете, но с лишним весом вы справиться никак не можете. Допустим, вес 90 килограмм, и вам нужно съедать 90 грамм белка, а вот как-то не получается. Вот. И вы можете использовать белковый коктейль. А если вы вытесните самый неполноценный прием пищи этим белковым коктейлем, то это будет прямо почти гарантированный результат. Особенно, если вы не передаете углеводов и есть у вас физическая нагрузка. То есть, я могу придумать сколько угодно вариантов использования белковых коктейлей. Давайте теперь я вам расскажу мои любимые. Ну, смотрите, я терпеть не могу завтракать. Вот у меня такая проблема. У меня утром еще нет никакого аппетита. Но белковый коктейль я всегда выпью с удовольствием, потому что утром я проснулась, удобные кроссовки, и я побежала на мою физическую нагрузку. Я не имею права бежать без того, чтобы я дала уже какую-то дозу по белку, потому что я буду пользоваться мышечной массой. Если я побегу без соблюдения прикрытия по белку, то я разберу мышечную массу, а не сделаю. Представляете, я пойду, пробегусь полчаса, я устану, а мышечная масса разобрана, вместо того, чтобы набрать мышечную массу, к примеру. Вот поэтому я сейчас просто пройдусь по коктейлям. Вот у меня в руках Smart Mill. Переводится умная еда. Это производство NSP. Почему умная еда? Потому что здесь огромный, богатый состав. Здесь есть по белку в двухмерных ложках 24 грамма белка. Белок трех растительных источников. Хлорельный, есть такая водоросль хлорела. Соевый, это негенетически модифицированная соя. Мы прям спрашивали и нам очень серьезно ответили с подтверждением государственного нотариуса в Соединенных Штатах Америки. И гороховый. Вот три вида белка растительных. Очень, кстати, классно для вегана. Вот, смотрите, какой состав по витаминам, минералам. Вот, начиная с витамина С, вот, заканчивая витамином А, вот, вот. И огромное количество минералов. И йод тут есть, и фосфор, и селен, и так далее. В общем, все есть. Это умная еда. Да, ну, ребенку две мерные ложки даже будет много по белку, 24 грамма белка. Но с чем сравнить 24 грамма белка? Ну, это 100 грамм рыбы, 24 грамма белка. Или две мерки. Можно мешать с водой, можно мешать с молоком, можно мешать с чем-то и кисломолочным. Ну, с соком не надо, потому что это будет уже углеводная нагрузка, да. Вот, шикарно, очень вкусно, кстати говоря. Некоторым даже сладковато, но здесь нет добавленного сахара. Тут нет добавленного сахара. Так. Так, следующий вид белка. Возьмем, возьмем нутриберн. Это сывороточный белок. Сывороточный белок, то, что из сыворотки молока, он усваивается быстрее всего. То есть он в виде аминокислот быстрее всего приходит в кровоток. То есть очень биодоступный. И здесь в одной мерной ложке есть белковый изолят сывороточный и белковый концентрат сывороточный. 9 плюс 4 – 13 грамм белка. 13 грамм белка. Это один мерный совочек. То есть там 12, а здесь 13, да. Вот, здесь же есть технология по снижению веса. Что это за технология? Здесь есть горциния камбаджийская, которая вам ограничит, ну, уменьшит ваш аппетит. Здесь есть элитарокок колючий, это адаптоген. Радиола розовая туда же. Есть гвоздика и аминокислотный хилат хрома. Аминокислотный хилат хрома. Почему хром так важен? Особенно если вы хотите постройнеть. Он включается в фактор усвоения глюкозы. Это очень важно для преодоления инсулино-резистентности. Шикарно. И он вкусный. Я смарт-мил просто очень люблю. А этот для меня как талое мороженое, но не такое сладкое, как в детстве. Это, ну, я очень люблю этот продукт. И, кстати говоря, мне Юра всегда делает коктейли, и он мешает, он миксует. Мерную ложку одного, мерную ложку второго. Очень важно миксовать, если вы решили использовать коллаген. Потому что он безвкусный. Это в Европе продаются. Коллаген, он совершенно безвкусный. Его можно добавлять во что угодно. Чуть ли не в описании написано, можете в кофе добавлять коллаген. Коллаген самый труднодоступный для переваривания белок. Но этот коллаген измельчен до аминокислот и олигопептидов. Поэтому вы его точно усвоите. Если вы используете этот коллаген, дополнительно органическую серу не нужно использовать, потому что здесь много серосодержащих аминокислот. И да, это то, из чего мы делаем и овал лица, и связки, и суставы, и так далее. Вот, и здесь в одной порции, одна порция, здесь содержится, боже, где же это, 17 грамм белка. 17 грамм белка. И здесь только белок, только коллаген. Без витаминов, без минералов только коллаген. Поэтому, если используете только коллаген, используйте еще поливитаминный продукт. Ну, так, чтобы по белку догнаться и все витамины, минералы тоже себе дать. Вот, прекрасно. Вообще без запаха, без вкуса, без ничего. Поэтому его, Юра, мне миксуют с чем-нибудь вкусненьким. Или с внутриберном, прям замечательно. Или со смартмилом. Если не хотите никакого вкуса коллаген, прям будет замечательно. И для модниц, красавиц и прелестниц коллаген с гиалуроновой кислотой. Это прекрасные вот такие вот стики. Очень удобно бросить с собой в дамскую сумочку. И вот это одно яйцо по количеству белка. То есть, 6 грамм белка вот в таком стике. Он тоже без запаха, без вкуса, без ничего. Можно просто воду добавить и попивать в течение дня. Это будет просто вода с коллагеном. И тут гиалуроновая кислота, а она нужна для нашей дермы. Для того, чтобы дерма привлекла на себя водичку. Вот, поэтому говорю для модниц и красавиц. Тоже здесь коллаген, витамин С для уплотнения структур соединительной ткани, гиалуроновая кислота и цинк. Вот, миксуйте. Смотрите, какой прием пищи заместить на прием коллагена. Допустим, если у вас провальный завтрак или не хотите завтракать, пусть это будет вашим завтраком. Если у вас провальный обед на рабочем месте, не надо булочки есть, не надо пиццы есть, не надо суши кушать. Вы просто возьмите и сделайте себе вот такой вот коктейль. Можете туда набросать что-нибудь, что вам еще нравится. Там какие-нибудь некоторые на вертикальных блендерах себе там целые композиции делают на основе этих коктейлей. Если хотите постройнеть, и самый большой прием пищи у вас именно ужин, а завтрак и обед у вас полноценный, значит заместите вечерний прием пищи, вытесните коктейлями. Вы будете сытый, ваши клеточки все получат необходимые, все витамины, минералы, белок. Вы будете защищать свою ткань мышечную коллагенового от разрушения, потому что вы даете суточную норму по белку. И это повысит ваш уровень здоровья. Если вы худюшечка, вы можете использовать трехкратное питание, плюс это как дополнительный прием пищи. Если у вас ребенок, которого нужно хорошо и качественно кормить, он мало ешка, или у него большая нагрузка, вы не успеваете его покормить, используйте, допустим, до тренировки или после тренировки, или просите ребенка после школы это обязательно выпить, просто залив кисломолочным продуктом, там йогуртом, например, или ряженкой, или кефиром, который можно купить в соседнем магазине. Ухаживайте за собой, помните, самое красивое в нашем теле – это то, что состоит из белка. Наши мышцы, наши связки, наши хрящи, наши кости, наш коллаген, который делает кожу эластичной, влагонасыщенной и так далее. И это нужно защищать, это обязательно нужно защищать. И хороших вам результатов! Продолжение следует...